Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии недели. Продолжаем анализировать то, что происходит на финансовых рынках, следить за основными новостными событиями, ну и, соответственно, продолжаем обсуждать те долгосрочные инвестиционные идеи, которые стали основой нашего такого же долгосрочного портфеля. Прежде всего, уже много месяцев мы делаем ставку на неизбежное укрепление американской валюты и, анализируя тот фон, который публикуется в виде статистики, отдельных событий, комментариев представителей ФРС, я думаю, что многие из вас согласятся с тем, что у доллара действительно очень неплохие шансы на то, чтобы оставаться позиционным лидером рынка. Что касается рисковых инструментов, то основная идея продажи риска обусловлена, опять же, ожиданиями роста доллара. По отдельным активам периодически появляются дополнительные новостные факторы, как, например, с европейской валютой. Мы делаем сейчас большой акцент на самый настоящий политический кризис и те события, которые развиваются в Италии и Испании. Это не третий сорт экономики валютного блока, это одни из ведущих страновых представителей этого объединения. Поэтому то, что евро ушло в затяжной пике, это, на мой взгляд, было более чем предсказуемо. Самое главное сейчас, друзья, все же продолжать копать фундаментальные основания, чтобы четко представлять, что может быть с европейской валютой дальше. И даже несмотря на те потери, которые евро уже понес, даже несмотря на то, вроде бы как активное восстановление курса в рамках вчерашней торговой сессии, я хочу, чтобы вы все равно видели те причины и, может быть, ставили их на передовую, которые уже привели к такому серьезному ослаблению курса евровалюты. Эти причины никуда, собственно, не отделись. А евро мы сегодня, как и, собственно, всегда поговорим, сделаем акцент еще на ряд прочих инструментов. Чтобы приурочить, опять же, те активы, которые должны прежде всего быть сегодня в центре нашего внимания, нужно посмотреть на содержание экономического календаря. Вы сможете легко убедиться в том, что сегодня нас ждет очередная насыщенная сессия. Начнут день данные по индексу потребительских цен, это отчет, который выйдет в 12.00 по московскому времени. Дальше стафету подхватит статистика США, классика для отчетов 15.30 по московскому времени. Ждем личные доходы, личные расходы. В этот же период выйдет отчет по заявкам на пособие по безработице. И мы, собственно, уйдем с вами уже на подготовку к Non-Farm Perils, которые у нас будут публикованы завтра. И этот отчет, снова напоминаю, повторяю, для тех, кто мог забыть, имеет крайне важное значение для доллара. Поскольку напрямую данные по Non-Farm Perils и тому, что произойдет с динамика роста заработных плат, прольет свет на будущие показатели инфляции. Зная, что произойдет с инфляцией, мы можем спекулировать на ожиданиях изменения процентных ставок и сохранения курса, который для американского регулятора давно является исключительно жестким. Еще одним важным отчетом к сегодняшнего дня, который по хронологии совпадет с выходом американской статистики, это данные по экономическому расширению Канады, то есть отчет ВВП. Друзья, я хочу, чтобы сегодня вы обратили на этот отчет крайне пристальное внимание, поскольку допускаю, что сегодня мы увидим довольно такой тотальный выкуп всей валютной пары после того снижения, которое случилось накануне. И вот когда мы перейдем к купанию USDCAD, я попробую, собственно, аргументировать свою позицию. Ну давайте начнем с нефтянки, которая снова разочаровала нас как продавцов. Не хочется думать о том, что я стал причиной, скажем, накаркал на ту динамику, которая произошла, и мы не увидели развития дальнейшего снижения. Еще не вечер, друзья, не будем расстраиваться, будем лишь констатировать уровни и снова отмечать те причины, которые должны стать основополагающими в объяснении той ценовой динамики, которая может произойти дальше. 77,50 примерно так. Сейчас котировки по Brent закрыли мы день вчерашний, чуть ниже 78. Рост в рамках одной торговой сессии был довольно серьезным. Может быть, кто-то из вас уже нашел причину, которой можно оправдать эту активизацию покупок. Если нет, я хочу отметить, что она была только одна. Это появившееся сообщение о том, что страны ближневосточного картеля сохранят действия энергетического пакта до конца 2018 года. То есть, в рамках тех договоренностей, которые остаются неизменными, и сроки тоже были ранее зафиксированы до завершения текущего календарного года. Собственно, пришли эти сообщения со ссылкой на Reuters. Reuters очень сослался на источники знакомой с позиции Саудской Аравии, якобы о том, что сейчас кулуарно обсуждаются возможности, как минимум, сохранения неизменными квоты по снижению производства нефти до конца 2018 года. Я, друзья, не стал бы всецело полагаться на эту информацию. Это больше, похоже, основа на такую спекулятивную игру, когда на рынке развиваются и, может быть, лоббируются изменения рыночных настроений, кому-то это очень нужно. Вот эти качели вверх-вниз, они всегда прослеживаются перед важным событием. Этим важным событием является предстоящая заседание ОПЕК, которое состоится в первой половине, собственно, июня. Мы за этим событием будем очень внимательно следить. Если мы попробуем сейчас провести экспресс-блиц-анализ того, что было в преддверии прошлых заседаний, то то же самое. Котировки день росли, день падали. Два дня росли, два дня падали. И эти качели продолжаются в ходе оглашения тех решений, которые имеют очень важное значение для всего рынка. Нас сейчас интересует будущее вот этого аналитического пакта, но будущее не в формате слухов и ожиданий, в формате конкретных договоренностей, которые будут, собственно, приняты сейчас в июне. В связи с этим, друзья, я могу порекомендовать вам две стратегии торговли. Либо вы сейчас предпочтете реагировать на любые изменения новостного фона, смиритесь с тем, что качели неизбежны, и будете рисковать, пытаясь, собственно, поймать и рост, и корреть. Либо вы все-таки будете привержены прежней идее, которая предполагает продажи, и эта идея будет и дальше аргументироваться и мной, и вами тем, что нет уже, собственно, никаких причин для того, чтобы сделку на ПЕК, вот это соглашение по снижению производства нефти продлевали в неизменном формате до конца этого года. И уж тем более нет абсолютно никаких причин, чтобы даже проскальзывали идеи о том, что эту сделку можно продлить за пределы 2018 года. Я напомню, что распродажи, которые мы наблюдали несколько дней назад, они были взяты не на пустом месте, они как раз основывались на тоже появившихся сообщениях, уже со ссылкой и на Россию, и на Саудовскую Аравию, то, что они обсуждают планы, тоже такие же, кулуарные, о том, чтобы снизить производство нефти на 1 миллион баррелей, то есть здесь важно отметить, именно смягчить ограничения, которые наложены на них в соответствии с пактом, не отказаться от этого соглашения, увеличить производство на 1 миллион баррелей, для того, чтобы покрыть потенциальную нехватку предложений из-за падения производства в Венесуэле. Я надеюсь, друзья, что все же страны ОПЕК будут придерживаться позиций того, что нет уже ровно никакой необходимости соблюдать на таких высоких значениях, как раньше, вот эти обязательства, показатели, ключевые параметры по снижению производства, поскольку цель, которая изначально преследовалась, это снизить избыточное предложение, уравнять его со средним значением из предложения за последние, точнее, запасов за последние 5 лет, эта цель уже реализована. Поэтому считаю, что у представителей ОПЕК сейчас есть все основания, чтобы начать постепенно увеличивать нефтедобычу, и эти основания еще связаны не только с тем, что нужно действительно покрывать этот потенциал дефицита предложений из-за падения производства в Венесуэле. Но я, по-моему, даже вчера уже смещал, что большим, наверное, аргументом является элементарный, ну и для нас абсолютно понятный страх, собственно, стран ближневосточного картеля перед тем, что Штаты будут получать максимальные, скажем, выгоды, бенефиты от того, что страны ОПЕК снижают производство, а у американских сланцевых производителей есть возможность увеличивать добычу и, собственно, экспортные поставки. Должны все-таки возобладать сейчас риски, связанные с потерей уже не то чтобы доли, а существенной части рынка на всей глобальной арене. И я очень жду это июньское заседание, и я не очень хочу сейчас распыляться на вот этот шум, который будет сопровождать предстоящие заседания, шум, связанный с тем, что продлят, не продлят, и я уверяю вас, этих сообщений будет еще очень много, и источников тоже будет очень много. Но я все же продолжаю делать ставку, если не на представителей ОПЕК, то на Россию, которая является вторым ключевым игроком и участником этой сделки после Саудовской Аравии, потому что Россия, как вы помните, взяла на себя обязательство по снижению производства на 600 тысяч баррель, это очень много. И полагаю, что сейчас российская сторона уже будет в меньшей степени лоббировать идею того, что производство нефти нужно дальше сокращать, поскольку в целом те задачи, которые ставились изначально, уже достигнуты. Поэтому производство нефти можно уже постепенно увеличивать, и с увеличением добычи нефти, друзья, на рынок снова придут страхи, связанные с перекосом баланса спроса и предложения, в пользу, конечно же, большего предложения и нехватки спроса. Надеюсь, что это может усилить неисходящую динамику. Также параллельно, друзья, сегодня давайте посмотрим за данными по запасам нефти, по объему нефтедобычи в США. Это статистика, которая будет опубликована в 17.30 по московскому времени. Соответственно, если в Штатах будет зафиксирован очередной рекорд по объему добычи, то, может быть, этого отчета также будет достаточно, чтобы с другой стороны уже повлиять на представителей ОПЕК и озадачить их целесообразностью сохранение от приверженности вот этим обязательствам. Потому что нового исторического максимума по Штатам будет достаточно, чтобы приблизить их еще больше к лидерству на всем глобальном рынке. И, соответственно, это должно повлиять на фактические решения, которые будут приниматься в июне. В общем, друзья, я по-прежнему никак не могу позволить себе купить нефтянку. Хотелось бы дать вам хороший уровень для продажи, но мы вчера, собственно, об этом говорили уже, откуда есть более-менее нормальный и приемлемый уровень для коротких позиций. Раньше мы уже продавали нефть. Нужно, чтобы все-таки этот актив был соответствующим той динамике, которую мы с вами обозначаем. И хотелось бы, чтобы нефтянка, конечно же, пошла вниз. Рубль 62.07. Соответственно, любые изменения, которые происходят на рынке нефти, тут же сказываются на изменениях курса рубля. Я думаю, что останавливаться мы на рубле не будем. Давайте двигаться дальше. Доллар японская иена. Вчера было очень много отчетов, годовые данные по ВВП. 2,1% с 2,3% темпы, собственно, роста экономики, на мой взгляд, остаются довольно существенными. Если вас не вдохновил вчерашний отчет по экономическому росту, это статистика за первый квартал. Я сразу хочу сказать, друзья, то, что во втором квартале мы видим уже гораздо более лучшие цифры, потому что все эти цифры будут опираться на последние отчеты по активности и в сфере услуг, в производственном секторе и на рынке труда. То есть экономика действительно выросла. Я допускаю, что в 2018 год штаты закроют с приростом примерно около 3%. Это отличный показатель. Что касается статистики по рынку труда, это традиционная репетиция перед Non-Farm Perils, 178 тысяч, со прошлого 163 тысяч. Небольшой прирост, но все же не дотянули до прогноза. Впереди Non-Farm Perils, это завтрашняя статистика. И очень интересное наблюдение, оно заключается в том, что чем, собственно, обычно мы видели так, что если выходят хорошие данные по EDP, то Non-Farm Perils выходит слабее. И вот тоже в такую логику можно включить и обратное уже рассуждение о том, что если по EDP мы видим более скромные цифры, то вполне возможно, что официальная статистика будет уже, скажем, представить нам цифры в ином свете. Я надеюсь, что более оптимистично. Также хочется отметить, что по наблюдению частного агентства EDP была отмечена основная проблема сейчас для работодателей американских. Это проблема найма сотрудников, что отражает полностью нашу с вами идею о том, что благодаря прогрессу на американском рынке труда уже фактически достигнуты максимальные показатели занятости. Следующий этап эволюции рынка – это конкуренция за рабочую силу посредством роста заработных плат. Все это, в конце концов, будет выводить нас на неизбежные следующие шаги по росту процентных ставок. Июнь уже, собственно, друзья, начинаем на этой неделе, а в конце скоро заседание ФРС, скоро решение по отставке. И при отсутствии причин уходить в защиту из-за каких-то геополитических рисков доллар снова быстро перехватит инициативу и будет расти. Главное, чтобы вы остались преданы идее покупки доллара. Мы же вернемся к длинным позициям после того, как пара доллар-японская иена закрепится выше 109,50. Евро против доллара. Вчера очень много было статистики. Многие сейчас отмечают, что именно статистика привела к росту европейской валюты. Вот это все ерунда. Статистика при всем неуважении, роничные продажи, индекс делового климата, уровень безработицы Германии – это не те отчеты, которые реально могут развернуть курс валюты после серьезного затяжного пике. Единственная причина, по которой вчера евро восстановился, были связаны с комментариями о том, что партии «Лига» и «Пятизвезд» снова задумались и предпринимают попытки настойчиво и старательно сформировать коллекционное правительство. Но думаю, что до этого фактического соглашения единственного дела не дойдет. И этот оппозитивный фон очень быстро покинет финансовые рынки. И европейской валюте придется смириться с тем, что на рынке остаются прежние катализаторы разгрузки, а именно это и расхождение спреда доходности между казначейскими облигациями и немецкими бумагами, которые остаются на очень высоких значениях. В частности, американские десятилетки сейчас снова пытаются добраться до психологической планки в 3%, и в свете сильных non-farm perils, уверен, эта планка падет. 2,85 сейчас доходность американских трежерис. Что касается другого фактора давления на евро, помимо вот этого расхождения в показателях доходности, это политический кризис, о котором мы уже, собственно, говорили. Италия на грани новых выборов. Возможно, они состоятся в конце лета. Я думаю, что с большей вероятностью они пройдут осенью. Времени очень много. За это время, скорее всего, евроскептики обрастут все больше поддержкой. В конце концов, правительство будет сформировано позже, чем раньше. И это правительство может стать правительством радикалов. Это одна причина, почему евро можно сейчас продавать. Радикалы – это те, кто выступают против евро. И не только против валюты, но и против членства Италии в рамках Европейского Союза. Кто знает, друзья, может быть, вот так вот под занять 2018 года мы выйдем на новый референдум уже о том, чтобы и Италия пошла по автономному пути развития. Я допускаю серьезно, что есть высокая вероятность нового референдума о членстве, выходе из состава Европейского Союза со стороны данного государства. Более насущный вопрос сейчас для еврозоны, для рисков – это Испания, поскольку уже завтра состоится голосование по вотому недоверию Рахо и премьер-министру в связи с коррупционным скандалом. Будем надеяться, что все обойдется, скажем. Но и мы сможем переключиться только на политические риски в Италии. Но Евросоюз, вот эти интриги, которые складываются в последнее время, уже позволяют нам говорить о таком локальном бигдейте, так и новостных рисках. Поэтому я бы не говорил сейчас, что весь негатив уже пройден. Думаю, что европейская валюта может оказаться под давлением именно и испанской неопределенности, и произойти это может уже так же до конца этой недели. В общем, текущие покупки положительную динамику я считаю, что нужно использовать не для того, чтобы покупать в расчете на то, что евро-доллар снова улетит выше отметки 1.20, а в расчете на то, чтобы продать с более хороших и выгодных уровней. Я могу заблуждаться, друзья, но постарался аргументировать вам позицию, отметить все риски и надеюсь, что эти риски вы видите так же, как и я. Сегодня по еврозоне в 12.00 данные по инфляции. Да, логично предположить, что инфляция могла бы восстановиться за последние месяцы, учитывая, насколько динамично растут цены на нефть. Но все же давайте вспомним отчеты по инфляции, которые мы разбирали некоторое время назад. И если бы нефтянка реально могла бы повлиять на то, что происходит с индексом потребительских цен, с внутренней активностью потребителя, она бы уже повлияла. Поэтому я бы не строил сейчас оптимистичных ожиданий, что инфляция реально получила хороший пост. И сегодня мы увидим хорошие цифры. И я бы позволил себе поспекулировать на то, что цифры в самом лучшем случае останутся на прежних значениях. А это значение, указывающее на то, что инфляция находится, как и раньше, в подавленном состоянии. Доллар-канадец тоже весьма интересная валютная пара. Вчера лично я был поражен такой динамикой по канадцу. Собственно, очень похожа она с тем, что мы некоторое время назад видели по британцу. Такое ощущение, что очень много, так же, как и мы, сделали ставку на отсутствие решений по изменению. И, возможно, анонс того, что ставки меняться не будут. И вот рынок, опять же, всех перехитрил. Но тоже по канадцу я бы сейчас не стал списывать потенциал ослабления этого актива, даже несмотря на то, что вчера мы видели потери пары доллар-канадец больше, чем на 150 пунктов. Давайте попробуем обратить внимание на то, что же стало причиной вот такого роста канадца. Ставку не изменили, ее оставили на прежнем уровне. Оправдывая укрепление канадца, сейчас все говорят о том, что Банк Канады был исключительно оптимистичен в оценке экономического роста и в росте инфляции. Но такие комментарии действительно были обозначены. Кто-то говорит, что основной катализатор роста канадца – это то, что канадский регулятор исключил из своей риторики заявление о том, что будет дальше осторожен в процентных ставках. Я бы немного поспорил с этим моментом, потому что эти комментарии действительно могли бы повлиять на рынок, только в том случае, если бы они были озвучены во время пресс-конференции полозом, который возглавляет канадский регулятор. Но, как вы помните, вчера пресс-конференции не было. Поэтому этот фундамент, на мой взгляд, немного притянут за уши в объяснение того, что произошло с канадцем. Допускаю, что на канадскую валюту очень сильно вчера повлияло в восстановление цен на нефть. И действительно, если мы попробуем отследить вот эту корреляционную связь, что происходило с нефтянкой, то в последнее время происходило и с канадцем. Сегодня у нас есть возможность с вами снова подумать о том, действительно ли Банк Канады имеет сейчас шансы и уверен в том, что ставки можно продолжать повышать дальше. И действительно ли у него есть шанс отказаться от прежней позиции, прежней виторики, в соответствии с которой было отмечено мнение, что лучше посмотреть за тем, как потребители адаптируются к прошлым решениям по изменению процентных ставок и не торопиться со следующим шагом ужесточения условий кредитования на внутреннем рынке. Сегодня темп экономического роста. Я думаю, что этот отчет может пролить свет на истинное состояние канадской экономики. И в случае, друзья, если мы увидим слабые цифры, на рынок снова вернется негатив, который будет предполагать отсутствие все-таки условий для того, чтобы канадский регулятор повышал процентные ставки. Поэтому, когда на следующий раз будет возможность послушать полоза, мы снова услышим этот комментарий о выжидательной позиции и желании посмотреть, как потребители адаптируются к уже сложившимся условиям заимствования средств. Поэтому по доллару канадцу я сохраняю длинные позиции. Кстати, в пятницу вступает в силу решения Трампа о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. И по последним комментариям министра иностранных дел Канады, Фриланд, собственно, Канада также не останется в долгу и примет примерно сопоставимые меры на США. Вы вспомните, что впереди, не то чтобы впереди, а сейчас вот где-то на втором плане продолжаются переговоры по нафту. И усиление конфронтации торговой может усугубить вот эту риторику дальнейших переговоров. Поэтому по канадцу я вижу больше рисков. И USDCAD рекомендую, как и раньше, рассматривать с точки зрения длинных позиций. И сегодня давайте посмотрим, как канадец все же отреагирует на темпы экономического роста. И если статистика все же разочарует и выйдет хуже прогнозов, допускаю, что динамика будет настолько же мощной, как и вчера, только уже в другую сторону. По британцу завтра у нас важный отчет по активности в производственном секторе. На следующей неделе мы будем развивать с вами обстановку в сфере услуг. Более важный показатель. Нам сейчас нужно найти больше негатива для британца, потому что чем хуже сейчас будет выходить статистика, тем больше шансов на то, что Банк Англии все же задумается о причинах такого спада и попробует их решать. О решении этих проблем мы также уже говорили. Американский фондовый рынок, те движения, которые мы сейчас наблюдаем, по нему полностью соотносятся тоже с динамикой рынка нефти. Вот главный аргумент, почему S&P восстановился вчера, потому что резко выросли цены на нефть. Мы находимся сейчас на таком пороговом значении. Я бы даже обозначил этот порог в диапазоне 2725 пунктов и вот в этом диапазоне 25 пунктов я вижу хорошую возможность для открытия коротких позиций в расчете на еще больший спад американской фонды. Это тоже, друзья, рекомендация, которая совпадает с прошлыми идеями. То есть ни в коем случае я не советую покупать американский фондовый рынок. Задумайтесь о том, почему он раньше снизился, задумайтесь о том, действительно ли завершена эта фаза коррекции. И нужно, конечно же, подумать и о таких структурных рисках для американской экономики. Это структурные риски, которые связаны с ростом доходности трежерис, с уровнем задолженности. Это риски, здесь важная ремарка, не влияют на, скажем, ослабление доллара. То есть по динамике доллара другая риторика и другая логика. Я о ней вам, собственно, уже рассказал. Не значит то, что если мы видим структурные риски для американского фондового рынка, нужно также продавать и доллар. Нет, здесь политика ФРС, ставки, доходности трежерис для одного сектора активов фондовых это негатив, для другого сектора активов, в данном случае валютных активов и, конечно же, доллара, это позитивные сигналы. Ну, собственно, по S&P рекомендую как раз присматриваться к продаже, мы думаем, что эта сделка принесет неплохой доход в среднюю, уж точно долгосрочной перспективе. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.